Всем привет! Это снова мы. И как вы можете видеть, мы отправляемся на рыбалку. Сегодня мы решили половить в этом красивейшем, вообще без преувеличения, места на каяках или покрафтах. Как вы видите, здесь еще частично есть последствия потопа, который был в Ялте. Весь мусор сюда принесло и его гоняют туда-сюда по бухте. Но нам это, в принципе, не сильно помешает. Сегодня я отправляюсь на своем новом покрафте, у Глеба его прежний. Про этот покрафт немножко расскажу потом подробнее. Ну что, Глеб, ты готов? Я готов, Глеб. Тогда вперед. Как бы тут еще это сделать, да? Ну это было просто. Глеб, как на спортивной машине такой. Погода сегодня порадовала. Сначала утром было очень душно, прям мы хотели пораньше, но... А потом солнце спряталось как-то вот все, ну вообще же очень комфортно. Полный штиль, нет ветра, просто супер. Мы сейчас направляемся к горе Дива. Нам порекомендовал местный рыбак, говорит, примерно где-то там, ну вот, рыбы прям стаями. Одни заходят, вторые. Говорит, станьте рядышком, покидайте и удаляйте от нее, и нарветесь так или иначе на какую-то рыбу. Ну попробуем, почему бы и нет. Посмотрите, какая красота вокруг. Не знаю, ну вот рыбалка в этой атмосфере, это... Неважно, рыба есть или нет, просто вот само, да? Ни один пресноводный водоем, к сожалению, не сравнится с таким великолепием. А если еще, конечно, научиться ловить разную рыбу, ну, как вот в пресных водоемах, познать все, так сказать, эти, было бы вообще супер. Конечно, вопрос, который меня сейчас будоражит, хватит ли якоря. Здесь 20 метров, по-моему, веревка. Но я уж думаю, в принципе, сам якорь, на удивление, еще по тем поездкам на море, он хорошо держал, хотя, казалось бы, что тут-то у якоря. А вот веревка, сколько же под нами. У меня и холод есть, но я еще не ставил. Ну, метров 10 точно есть. Это железно. Покажу. Это вот самодельный буллер. В принципе, что-то подобное колебалки. Забрасывается и в толще воды, и рывками, и просто. И, в общем, смотри реакцию. Если что, потом рачка. Да, Глеб сразу просил. Рак, на который он тут дубасил Скорпиен. Ну, я думаю, что нам с тобой сегодня надо сейчас разведку провести. Я уже внутреннюю разведку провел. Внутреннюю? Скорпины стоят там, там, там. Да, Глеб, скорее бы, думаешь, отмучаемся и быстрее Скорпиен ловить. Вот у меня такой же буллер, только это фирменный, а у Глеба самодельный. Разницы между ними я, честно говоря, не сильно большую не вижу. Единственная проблема, нас на якоре все-таки отнесло от скалы. Ну, ладно, давай, покидаем. Мы сегодня с Глебом ловим разными удочками, но которыми мы ловим, в принципе, всю поездку. У меня до 10 грамм, у него до 5. У меня специализированное, типа, рокфишинговое удилище. У него обычный ультралайт, которым он ловил все детство, который мы ему хорошо знаком, это спортак до 5 грамм. Катушками, как я и говорил, эти удилища оснащены самыми недорогими. У меня вообще китайская виндранер 3-я от Синайта. Кстати, отличная катушка за свои деньги просто. Ну, а оснастил я их по той причине, чтобы было не жалко. Вот сейчас волной захлестнет, ну, ничего страшного. На самом деле, если катушку обычно даже захлестнет волна, тоже ей особо там ничего не будет. Просто решил, чтобы не переживать за снасти, пусть дети рыбачат, и этот зачем. Мне их хватает вполне вот таких вот катушек для нормальной рыбалки. Поставил эхолот, просто посмотреть, что здесь вообще есть. 12 метров. Ну, в принципе, я почти угадал. Сейчас мы здесь проверим и поплывем под скалу, туда. Как раз буду эхолот наблюдать, что там есть. Да, глубина увеличивается прям, я не знаю, очень сильно. Уже 15,6-15,7. Так что боюсь, как нам говорил, местность делать не получится, то, чтобы удалиться от дивы метров на 200 и там половить. Не знаю, что это, но под нами что-то вот есть такое. Это, наверное, ставридос. Стая ставриды. Попробовать приманки, которые называются пилькеры. Потому что сейчас ставриды под нами много и логично ее ловить на пилькеры. Это 7-граммовые вот такие японские штуки. Мне кажется, может быть, они слишком большеваты, потому что ставрида здесь прямо, скажу, не сильно большая. Были поклевки, да? Оп, есть. А ты говоришь, нет туков? У меня нет. А, у тебя нет? Это вот это вот что ли? Нет, нам такое не нужно. Ну, такое ловить противопоказ. Согласен. Это, видимо, вот такая вот мелкая ставрида и туда шла. Вот подушек. Да ну, сейчас проверим. Сейчас несколько забросов. Если такая же ставрида, то ну ее нафиг, конечно. Глеб, мы с Глебом ловим. Оп, и у меня монстров. Тут реально под нами стаек, вообще вот просто, я не знаю. На удочку это, конечно, не видно. Так я сошел или нет монстров? Я не понял. Настолько. Он сошел один раз, потом опять. Вот, вот сейчас вот. У меня поклевки идут постоянные. Оп, и я туда. Слушай, можно, в принципе, вертикально ловить. А это ничего так зацепилось. Где-то метров на 7, наверное, стоит. Слушай, это реально ничего так. Ну, как сказать. Ну. Ну, в принципе, если его предложение так, то в принципе, да. Ничего. В принципе, пока оно опускается, уже кто-то там может сесть, вот как сейчас было. Я смотрю, что оно бесконечно опускается. Опускается, и опускается. Раз, оно там уже уплывает куда-то. Самое главное, его не чувствуешь, когда он дергается. Да, да. Ну, я бы такое даже, если честно, я бы не брал такое даже, ну, на таранку, что ли. Какое. У меня с ним он ведрами. Да, ведрами прям вот такую. Черт. Ну, видимо, мы слишком зажарались. Не, ну, если бы сейчас бы я ловил, я бы брал. Я имею в виду просто, если бы я ее постоянно плавил, ну, мелкую такую нафиг нужна. Хотя, я понимаю, что в чем фишка. Тут просто она вот сейчас только такая, и никакой другой нет. Поэтому и берут. Самый, конечно, геморрой это вытягивать якорь. Это просто пипец. 20 метров веревки. Вы ничего туда положите. Пейзаж-то, кстати, становится еще красивее за счет того, за счет света. Солнышко постепенно садится, и вот боковые лучи. Так называемый золотой час фотографа наступает скоро. Супер просто. Мы с Глебом решили обогнуть скалу Дива и попробовать половить вот с этой стороны. Там, кстати, рыбак вот уже стоит и, видимо, ловит ставриду. Уже вижу даже, как поймал что-то. Скорпиена на длинной паузе попалось. Так что, Глеб, уже время Скорпиена началось. В принципе, здесь, я так понимаю, их вообще рай должен быть, по идее. Вот такая вот чудо-юдо. Не знаю, мне не нравится больше всего почему-то. Прям вот прикольные рыбы. Наша ловля сейчас будет располагать, так сказать, к беседам. И я хотел рассказать немножко про Пакрафт. У Глеба классический Пакрафт. Забыл, как он называется. Но если что, будут все ссылки в описании. И он больше все-таки вот этот Пакрафт он не для рыбалки. У него есть неудобства. То есть, вот как Глеб сидит сейчас, неудобно поворачиваться в ту сторону, в ту и кидать. В целом, ну, порыбачить ничего страшного. Там нет 2-3-4 часа. Но потом начинаешь уставать. Тот Пакрафт, который у меня сейчас, это специальный рыболовный Пакрафт. Называется Big Fish Pack. Это все и то тайм-триал, и это тайм-триал. Оп! Вот он! Ах ты! Да, есть они здесь. И, короче, вот это намного лучше. Для рыбалки, опять же. Вот именно беру для рыбалки. Почему? Потому что здесь мягкая такая подушка, под попу. Я сижу, я поворачиваюсь вообще куда угодно. Мне даже, не знаю, здесь комфортнее, чем на лодке сидеть. Реально удобная получилась вещь. Тоже вторая рыбалка у меня с него, и я прям вот с него балдею. Так что, если кто-то думает именно брать для рыбалки Пакрафт, то однозначно вот такой. Комбинированная, да, можно и то, и то. А вообще, если кто не знает, в чем фишка Пакрафта, это их легкость. Они изготовлены из ТПУ, термополиуретан. Это такой, как бы, ну, можно сказать, наверное, более современный, чем ПВХ материал. Он, по-моему, даже и более выносливый. Хотя, может быть, я здесь вру. Но главное, что он легкий. И вот этот вот Пакрафт у меня, я не знаю, сколько он, 3,60 что ли. Короче, он чуть большой, а весит он всего, по-моему, 4 килограмма. Помещается в небольшой такой рюкзачок, можно на велике возить. Ну, вообще, как угодно. У Глеба еще, соответственно, меньше, он вообще, по-моему, 2 килограмма весит. Его этот. Так что, вещь по-своему уникальная и удобная. А есть Пакрафт и Глеб, которые, по-моему, по килограмму весят, именно туристические, там, сворачиваются в такую трубочку, да. Ну, и весла, знаешь, к ним вот такие вот маленькие лопасти, то есть ты где-то вот сплавляться, если тебе нужно в турпоходе, ты срубил ветку, надел вот этой вот лопасти и все, вот у тебя весло, то есть ты с собой не таскаешь, потому что весло, как бы, самое, получается, громоздкое. Если Глеб ловит сейчас на джигрика и рачка, то я ловлю на буллер. Почему? Потому что в при... Что, Глеб поймал, да? Не знаю. Им показалось. В принципе, вот буллеры очень хорошо позволяют тоже среди камней проводить себе спокойно. Приманка не цепляется, идет и, соответственно, та же Скорпена реагирует на это очень хорошо. А почему вообще вот у Глеба ракообразный? Потому что Скорпена спитается в основном разными рачками и прочей живностью. Поэтому, собственно говоря, ее и ловят на вариации. Вообще, бы интересно было посмотреть на подводную охоту Скорпен, как они, соответственно, атакуют, как приманку выжидают. Прямо под лодкой нифига себе! я не уверен, что это Скорпена. Прям я не знаю. Я теперь даже не знаю, кто это был. Это было что-то очень хорошее. И оторвало мне прям с флюром, ела-пала. У меня 6-ти граммовых булеров нет. Любайся, это может быть был этот, горболек. Ну, мощно, что я фрикцион не успел расслабить. Причем, чтобы вы понимали, здесь достаточно мощный шнур намотан, порядка 0,4-0,5. И тем не менее, это все дело как бы порвалось. И флюр тоже достаточно мощный. Неожиданно. Ну что, продолжаем. По идее, сейчас все только должно начинаться. Сейчас 6 часов, даже 7, когда уже 7 успело исполниться. Вот дела. Итак. Это тот же, с моей приманкой. А вдруг? Да не, это слабенько. О-о-о! И кто же это? Скорпена. Скорпеночка. Пятнистая. Вот это очень. Да. Хорошенькая скорпеночка. Я сейчас спать не буду. У папы, короче, сорвался. Какой-то очень мощный представитель морской фауны. И он теперь очень расстроен, да? Да. Ну, это мощный ревод будет. Глеб говорит, что его тошнит. Я думаю, может быть, это откачки, слушай. Ну, мне кажется. Хотя ты никогда этим не страдал, но ты и редко качаешься на волнах. Только если на волнах нашего бескрайнего Левогородского водохранилища, да? Там такие. Среди, бескрайние вода. Да, что-то есть, не пойму. Ставрида, что ли? Причем с самого одна. Да не может быть, что Ставрида была. Фигня какая-то. Или, может, маленькая-маленькая скорпинка? Вот это мне в море нравится. Ты никогда не знаешь, что ты поймаешь. И что я пойму? Ёппра. Это кто? Ты горбыль? Нет. Подожди, это кто? Батя поймал какого-то... Это зеленуха, что ли, такого? Да, это зеленуха. О, блин. Блин, ну и куда? Убежала. Опа! Да? Ага. Ух ты! Другая пауза, да? Да. Это, по-моему, маленькая скорпина. Оу! Да слушай, она... Прям... Ой! Ты глянь. Ух ты! Что? Скорпина. Это жазу дала, да? Да, прямо это... Вообще. Ну давай еще бакерницу сумму. Да, сумму обязательно. У меня разгражение будет. Ага, ага. Я тоже думаю, что это зеленуха, только она... Зеленуха ее что называют? Она зенутая молодец. Давай лодку пробей отцу. Ты ее не бойся, ты если ее в запасе хватаешь, то все уже, за нижнюю держи. Вот, цараза! Да, давай, спрыгни с лодки. Ну возьми ты ее просто за верхний плавник, схвати да выкини ее. Да, блин. А то она лодку пробьет, Глеб. И мне тогда уже придется спасать. Газина! Я не снимал. Я снимал. Слушай, а что это мы так придрейфовали к камням, я что-то не понял. Как раз так заскидывал. Сфига себе. Ну, с чего вдруг? У тебя ненадежный гад. Да не, ну мы стояли, стояли полчаса на одном месте. Ухололся. Ну все. Теперь ты можешь забыть о тошноте и думать о другом. Я меня ухололся. Покажи хоть. Да вот. Нихренно стильной, голодосатый. Да. Жаль. Все. Ну ты мартышка, а? Какой еще мартыш? Весь в отца. Зеленушку, что она называется? Зеленушка, потому что она зеленая. А этот что, зеленый что-ли был? Не, я кстати... Не, ну пусть я надеюсь, что мне кто-нибудь зрителей напишет. Да. Я вроде так по рыбам черноморского бассейна ориентируюсь, но что-то я такого не помню. Может быть просто... Может лоски? Да не, лоски или-то лоски. Вот тянула она не слишком рейка. Ну, так себе, да. Леб пришел мне отцепляться, засранец. Говорит, батя, ты меня всю жизнь носил, и еще всю жизнь носить будешь. Я вот его сейчас буксирую. Что-то медленно как-то... Не, давай, отцепляйся. Я могу вот так вот уходить. Это мячик-то поднялся. Да. Что-что здесь такое дрейфует. Это мяч. Это мяч. Да хочу вот где-то здесь встать и вот в эти камни кидать. Да мусора здесь везде, к сожалению. Блин, что там бублик сгибает. Ты удочку не сломай, бублик. Это мусор. Здесь, конечно, надо свалить отсюда, я думаю. Вообще, да. Он цепляется, как этот. Он не дает шнуру опуститься на дно, и все. Да. Так что валим с этого места. Посмотрите, сколько мусора. Это все последствия наводнения. Вот. А туда к камням не пойдем? Вон туда? Да, наверное, давай попробуем. Ну да, если что. А если что, потом свалим обратно к пирсам. Да, да. В общем, сегодня дичище надо, видимо, выбирать. Оказывается, вот это вот подводная скала. Нифига себе. А мы думали, это мусорное пятно. Не, ну там-то мусорное, а здесь... Плывем с Глебом уже знакомую нам локацию. А именно к пирсу, где мы ловили Скорпиен. Попробуем там. То ли сегодня клево нет, то ли непонятно. А может быть просто место такое. Почему бы, собственно, и нет. Сюда, походу, можно... Не знаю, каким-то образом сюда можно дойти, наверное, рыбачить. Я думаю, что это для этих целей здесь сделали мало и рыбаков, да? И на скалах, то есть... Да, 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 все-таки... Ха-ха-ха. Да, это хорошая курица, 100%. Ну, средняя, да, не маленькая, не большая. Самая... Маленькая, маленькая. Средненькая. Тут раз намного будет. Не, ну мы сейчас, как бы, по идее, только начинать должны ловить. Да, такая средненькая. Проводки на Скорпену самые, конечно, медленные и скучные. Просто вот... Ах, еще какие-то водоросли. Просто вот такое вот волочение, спокойное, размеренное. Есть возможность помедитировать. Потому что паузы тоже нужны. В какой-то момент раз, кажется, что это зацеп, а это не зацеп. Это Скорпена. Так, первая рыба. Откуда у тебя взяла? Вот отсюда прям. Ты далеко-то давно? Да, достаточно. Ну, это какая-то слабенькая совсем. Ух. А, сегодня размер наших куриц. Какие-то цыплята. Это, к сожалению, обычный зацеп был. Да нет. Ну, не пойму, блин, как там странно. А, Скорпена. Слушай, они здесь прям, у них здесь собрание. Мы все ее с этой стороны поймали. Удивительно. Кидаем туда вообще ничего. Ну, давай, это последний уже. Все? Да, не закидывай. Что-то мы сегодня уже подустали. Слушай, ну, сегодняшняя рыбалка, вероятно, могла стать самой удачной. Если бы вот ту большую рыбу еб. Да. А так, просто. Ну, сегодня как-то на расслабоне мы поплавали туда-сюда. Рыба ловится, все нормально. Размер, правда, нет. Завтра попробуем на ночную.